Всем привет! Давайте разберем вопросы по барельефам, барельефам, как можно делать, что можно делать. Начнем, давайте начнем с объяснения самой системы, на чем лепить. Это у нас получается есть план 3D, вот такой. Вот на нем можно лепить, можно приближать, делать маленькое, потом обрезать что-то, бывает это не выход. И можно также использовать куб, можно использовать куб, как на нем лепить вы уже знаете. Это вот здесь заходим, инициалайзер, и уменьшаем его, делаем размер как нам нужно, больше, меньше. И можно в принципе его использовать для панел, он будет двухсторонний. Его можно также разбивать, работать с модельером, это вот здесь вот кнопка, и вот так он через пробел, сейчас включим Make Polymesh, вот получается у нас такая сетка, и мы можем через нее, допустим, работать. Вот так вот вытягивать что-то, где-то углублять, компоновать. Видео в моих это уже есть. Давайте разберем еще один вопрос. Вот это сейчас мы все вернем. Вот по этим клавишам, по верхней Move, Skyl и ротация. Давайте определимся. Так, нажмем наши саптулы, Append, и давайте медведя нашего добавим. В принципе, если его доработать, будет неплохое панно. Как с ним можно работать? Давайте переключимся на медведя, возьмем Move. Вот так вот вытянем. С помощью ротации его можно вертеть, и вот так вот изменять ему угол, изменять ему поворот. Вот, можно его поставить вот так вот. И с помощью Move, с помощью Move можно его просто превратить в рельеф. Потом вы его вот так вот подстраиваете. Вот так он выглядит. И с помощью, опять же, ротации, можно его вот так посадить на наше панно. В принципе, вот так вот получается, неплохо. Если, допустим, вы вылепили какую-то модель, там, рыцарь, допустим, или еще что-то, его можно вписать в это панно и добавить колонны, добавить камни, добавить землю, там, реки, леса, что хотите. Опять же, через что это делается? Есть, я уже объяснял, есть вот эти наши кисти. Можно их скачать. Устанавливаете вот в папку с альфами или текстуры есть. Вот они, наши кирпичи. Вот вы видите. Нажав эту клавишу, вот появляется текстура. И мы можем переключиться на нашу панно. Добавим ему дивайдов. И сделаем ему Make Polymesh. И добавим ему Dynamesh. И опять дивайдов чуть прибавим. И вот посмотрим, как работают эти кисти. Вот у вас уже готовая стена. Вот так вот можно делать стены. Можно использовать наше панно или сделать с куба такую же подставку. И на неё уже компоновать такое. Ну как... Уже ставить нашу модель. Ставить скалы, горы. И будет, в принципе, неплохая картина. Что ещё по барельефам? По рельефам давайте разберёмся. Так, сейчас я импорт... Вот можно делать вот такие вещи. Это монета с пиратов Карибского моря. Её опять же, сделав кисть, я уже в прошлых видео показывал, Вот мы можем загрузить альфу. Вот эту. Нажмём импорт. Вот можем использовать картинку. Вот высвечивается. И можем полностью работать с картинкой. И сделать вот такое панно. И вписать потом где-то в нашу картину, в барельеф, в рельеф. Рассмотрим, что ещё можно сделать. В принципе, если вы делаете что-то с картинки, с рисунка, у вас получается вот такая гладкая... Ну, можно сделать выпуклую модель. И лепить лучше, конечно, самому, но для таких деталей, круглых, монет, там ещё чего-то, можно использовать именно вот картинки. Опять же, чтобы панно смотрелось, оно не является вот... Барельеф, панно, оно не является вот таким полностью ровным. У него есть перспектива. Здесь перспектива тоже есть. Вот, меняется внешний вид. Но на модели это лучше видно. Что ещё можно придумать, допустим, по барельефам? Это полностью лепить самому. Сейчас я вам покажу. Вот внешний вид в скульптуре с модели. Ну, так он выглядит. Можно делать вот самому такие вот барельефы. Это вы когда... Если вы умеете лепить, умеете расположить правильно там по модели как-то, по нашему плану, вот будет выглядеть совсем по-другому. Если взять эту модель сейчас, перевести в забраж в рельеф, и потом попробовать сделать вот то же самое, то получится очень ужасно. Потому что здесь вы делаете каждую деталь сами, а потом, начиная подстраиваться под имеющуюся деталь, уже получается безобразно, где-то мешается, где-то излом идёт. Тоже. Также можно вот так лепить и в забраж. Ну, просто мне в скульптуре больше нравится. Мне достаточно вот этих вот инструментов. А дорабатывать я уже что-то делаю в забраж. Потому что забраж всё равно долговато лепить. Пока зайдёшь, пока найдёшь, пока подстроишь полоски. Здесь всё удобно, всё рядышком. Давайте разберёмся ещё по забражу, как делать детали для наших моделей. Есть волшебный такой, сейчас, втуз, Shadow Box. Очень хороший, мне очень нравится. В нём можно делать разные детали. Я уже в видео показывал, как это делается. Зажимаете Ctrl. И Ctrl вам рисуете. Вот у вас получается определённая деталь. Также можно рисовать, используя симметрию, радиалы. Сейчас покажу принцип, как это действует. Нажимаете, допустим, по Y. Ставите ротацию. И радиалов добавляете. Вот. Подсматриваете. По X попробовать можно. Давайте по X. Выравниваете. И вот так вот можно рисовать, используя альфы или альфы отключая. Вот. Получаются вот такие детали. Неплохие. Можно использовать для каких-нибудь поделок, для панно. Глаз, допустим, можно сделать. Вот что-то в этом духе. Также можно... Что ещё можно? Зажимаете Shift. И Shift можно вот так вот уже тоже делать. Текстуры наносить на модели можно с помощью вот этих кистей. Альф. Или скачанных, допустим. Вот. Есть здесь разные возможности. Вы их изучаете. Вам помогут потом в дальнейшем. Насчёт, если вопрос, как звучал, Андрей задал. Как можно моделировать барелье в панно, допустим. Ну вот. Если я ответил, я составлять разные части, добавлять. Вот потом вы берёте, заходите в геометрию, находите этот Shadow Box, отключаете. Вот такая у вас деталь получается. Её потом можно тут уже доделывать. Вот так вот. Ну, в принципе, экспериментируйте. Ну, вот. Геометрии. Вот. The Remaster. Опять же, все видео есть. Вот тут здесь вот можно работать. Здесь есть вот Size. Волшебная такая. Вот. Можно её регулировать. Можно увеличивать некоторые детали с помощью MoxSkyl Rotation. А можно в деформации. Вот. И опять же, здесь есть Size. Тут можно уже работать по осям. Вот. Ротация тоже есть. В принципе, ничего тут сложного. Лучше панно и барельефы лепить самому с ноля. Добавляя некоторые детали, потому что там есть такие моменты, как, допустим, рука поднятая, рука ушла вдаль, изгибы. Этого картинки не повторят. И потом вам работать придётся, переделывать получится, не получится. Будете тратить время. Работать с глиной, лично для меня, очень лучше. Потому что, говорю, видно все детали. В отличие, давайте возьмём. Вот. Если вы будете лепить вот этот блеск, в принципе, вы детали не видите. Ну, кому-то нравится. В отличие от глины, когда вы начинаете вести глину, вы видите, что её очень хорошо видно. И быстрее можно вылепить панно или скульптуру. Опять же, смена световых фор, светового вида. И всё. Ничего тут такого заумного нет. Надеюсь, ответил на вопрос. Всё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok